Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Многое здесь сохранилось еще с советских времен, но и самим вкладывать нужно. Мы даем скидки на налог на недвижимость до 90%, если люди сами собрали деньги и сделали тротуар на своей улице, или детскую площадку, или освещение, или канаву, чтобы вода ушла. По словам мэра, любое самоуправление могло бы найти свою нишу, как привлекать инвестиции. Например, активнее использовать дерево в качестве энергоресурсов в производстве щепы и гранул для отопления. Или тот же торф, добыча которого может потребовать вложений, однако и результат будет. Впрочем, у самих жителей Ада же также есть пара советов для своего мэра. Единственное, что у нас очень важны большие коммунальные услуги. Очень дорогие, просто неестественно дорогие, считаю, это необоснованные цены совершенно. Вам сейчас будет детский сад актуален скоро? Да. Как с этим в городе? Знакомые говорили, там очередь большая? Ну, большая, достаточно большая. К нам, к семейному врачу приходят документы делать, достаточно большие дети уже, чтобы в садик ходить уже 4-5 лет. То есть не могут попасть? Рабочие места здесь нет, да. Вообще. Ну, есть, но магазины. Человек, который не хочет работать, он никогда себе не найдет работу. Как говорят в Министерстве среды и регионального развития, они понимают, что инвесторов интересует самоуправление с развитой инфраструктурой. Поэтому муниципалитеты призывают подавать заявки на получение целевого финансирования из еврофондов. Эта поддержка предполагается как для 8 республиканских городов, так же и для 21 регионального центра и так же для остальных 89 самоуправлений. Общий объем финансирования 59 миллионов евро. Большая часть этих средств будет доступна именно маленьким самоуправлениям. Сергей Герасимов, Эрик Крайниев, Латвийское телевидение.